Приветствую вас мои дорогие зрители, а также подписчики моего канала. С вами Данил. И друзья, наконец-то после трехнедельного перерыва я начинаю выпускать какие-то видео. И это будет путешествие по Красноярскому краю. В данном путешествии мы посетим озеро Инголь, озеро Круглое, а также Красноярское море. Запасайтесь чаечком, печеньками и желаю вам приятного просмотра. Вот что мы делаем, ребята. В дождь, вот на улице идёт дождь. Копаемся с прицепом. Всё, окислилось, видишь, все эти провода. Этот отгнил проводок, всё, ничего не прикрутить, не сделать. Вот и получается, сейчас начали делать, а вилки не совпадают. Сейчас будут искать эти контакты, новинки. Объясняю вкратце, друзья. Мы хотели выехать ночью, чтобы рано утром уже приехать на озеро. Но проблема заключалась в том, что на прицепе не работали ни габариты, ни поворотники, ни стоп-сигналы, ничего. Поэтому пошла возня с проводами. Но мы так ничего и не сделали. В общем, друзья, мы загнали прицеп во двор и решили взять вот тент. Вот сейчас как сделаем? Тент постелим, заедем квадроциклом на сам тент. И получается, вокруг квадроцикла, сколько будет места, напихаем всякого барахла. В прошлом году мы точно так же натягивали тент. Но прикол в том был, что мы натянули тент поверх квадроцикла. И получается, по трассе мы ехали, и его постоянно сдувало. И то есть ты толком не разгонишься с ним. Поэтому мы решили сейчас так сделать. Наехать квадроциклом на тент, и его уже никуда не сдует. Все, сейчас будем загонять квадроцикл. Сейчас Данил заведет. Выйдет. Я приподниму прицеп. Сейчас все зацепили. Сейчас мы его потянем, натяжку сделаем. Вот натяжка хорошая. Там дорога еще, посмотрим, чтобы разболтать. А здесь будем вот задирать, вот лишь места сколько. И все, сюда по краям, везде распихаем под квадрик. Уже засунем там дрова, всякое такое, что не страшно это. И эту сумку все поубирать надо будет, когда будем ехать, чтобы не сдуло. Потому что большое расстояние. А то в тот раз натянули этот тент, и всю дорогу мучились. Его ветром сдувало, а когда привязали хорошо, его просто от ветра и взорвало весь. Так что смысла нет. Сейчас мы сюда вот позасунем всякие. Сейчас посмотрим, с чего начинать. Интересно, мы закрепили. У нас здесь стоит на прицепе лебедка. Сцепляем к лебедке, стягиваем. Сзади у нас еще вот такие вот стяжки. Так, что-то у нас левое не натянутое сейчас. Подправлю. А так, в принципе, все. Квадроцикл зацепили. Сейчас будем грузить. Итак, друзья, прицеп мы загрузили под завязку полностью. После загрузки прицепа мы связали тент железным тросиком. Очень хорошо. Чтобы он не развязался и не теребило его по пути. И, в принципе, на следующий день, рано утром, мы рванули на озеро Инголь. Пельмени. Четвертый час утра. Итак, друзья, напоминаю, что мы хотели выехать поздно ночью. Но проблема заключалась в том, что на прицепе не работали, в принципе, все фонари. Поэтому мы приняли решение выезжать рано утром, когда более-менее посветлеет. Так, друзья, вот он квадрик. Вот он джип. Вон еще оставшиеся вещи. Сейчас загрузим в багажник. Багажник, друзья, и так у нас полный. Здесь все сзади полное. Багажник полный. Все, ребята, выезжаем. Время у нас сколько? Время у нас 5 утра. Выезжаем. Пьяный по дороге идет. Куда он взялся, блядь? Не почнуло бы его босиком, блядь. Баран. Кто-то выкинул, что ли, его босиком. Поэтому непонятно, куда идет. Итак, ребята, проехали 161 километр. Остановились, чтобы сходить в туалет. В среднем расход у джипа 13,6, по-моему, 13,7, что ли. Нормальный расход для джипа. Еще с учетом того, что мы с прицепом. В общем, время. И заехали в Альчинск. Вообще дороги. Убитые, убитые. Их тут нет. В прямом смысле этого слова. Знак 40 километров. А здесь и не разогнаться больше. Промежутки есть, пятачки где, немножко. А так все лавирует. Вон, видишь, яба на яме прямо. Это еще вот здесь сейчас более-менее. Мы сейчас проехали вообще ад. Вообще дороги просто в Альчинске ужасные. Они намного хуже, чем у нас в Красноярске. Намного хуже. В общем, друзья, заехали на заправку Газпромнефс. Заправляем джипа 92-м на 2,5. Заправили бы еще 95-м джидрайвом квадроцикл. Но, как вы видите, здесь его нет. Так что придется вставать, короче, к той колонке и заправляться просто обычным 95-м. Просто у меня у квадроцикла меньше 95-го нельзя заливать. Можно 92-й, но мощность двигателя уже будет очень низкая. Ну, в общем, сейчас на 2,5 джипа заправим. На 2,5, да? Ну, на 2,5 джипа заправим. Это где-то плюс-минус 50 литров. И встанем туда, 95-м заправим квадроцикл. И еще у нас... Еще у нас канистра. Друзья, выезжаем из Дубинина и на улице поливает просто дичайший сильный дождь. Капец. Как говорит Батя, экстремальный отдых. Сейчас какая трава будет, все, как нам палатки ставить. Вот это что будет твориться. Вообще. Просто пипец. Нам, конечно, дичайше не повезло попасть в такой дождь. Просто пипец. Охеренно, просто охеренно поехали отдыхать. Смертельно поливает. Не, ребят, ну, едем, это, конечно, просто пипец. Мы едем сколько? Мы из 40 километров в час не едем. Ну, тут дорога разбита, и этот ливень еще поливает. Просто кошмар. И я вот по интернету смотрел. Что-то обещают, что весь день будет так поливать. Конечно, это не есть хорошо. Ну, посмотрим. Ну, чеснок длинный, как это вот здесь мы раньше. Да, мы вот здесь в гору обычно выезжали, и там сразу на озеро. Тут просто по этой дороге круг даем. Но там мы уже не выйдем вообще. Мы еще с прицепом, и у нас резина летняя такая обычная. Ну, не грязевая. Мы там вообще не выйдем. Конечно, это жопа, ребят. Но фиг знает. Там дома отдыха есть, но дом может снять на день. Но посмотрим. Если не закончится, будем что-нибудь придумывать. Но это жопа. Ваши дни жопа. Да-да-да-да-да. Итак, друзья, я забыл заснятие, как мы приехали на озеро. За что дико извиняюсь. Но приехали мы туда в 9 часов. Дождь не прекращался. Шел такой же сильный дождь. И шел он полдня. В общем, ребята, время уже 11.54. На улице до сих пор идет дождь. Родители уже начали... Сейчас покажу. Собрали бендюгу. То есть, получается, прикол в том, то, что у родителей есть хотя бы дождевики. Два дождевика. Третьего там, ну извините, уж нету. Так что я не могу выйти и во время дождя помочь родителям собрать бендюгу. Ну, такая вот белиберда. Дождь до сих пор идет. Как пишет интернет. Да, здесь интернет у меня ловит. Мегафон топ. Получается, ну, дождь будет долго еще идти. Достаточно долго. Ну, че, Бать, как тебе погодка, а? Обмыраем погоду праздничной едой. Да, доширак, пища богов. Да, это Дима любит такую еду. Он говорит, че, вы только праздники ее едите. Конечно, праздничная еда. Только на озере едим. Но. В общем, родители собрали бендюгу. Ну, палатку неизвестно, как ставить. Как палатку ставить, да, пока неизвестно. Вот так все распихали. Стулья у нас, кстати, мокрые. Ну, обсохнут. Кстати, друзья, о том, как мы поставили палатку. Мы с Бать одели дождевики и вместе под дождем ставили палатку. Промокли насквозь. Ужас, просто еще холодно. Ой, боялись заболеть. Но все-таки мы поставили палатку и в бендюге потом немножко отогрелись. Как за дракон? В общем, друзья, здесь у нас, собственно, кухня. Здесь палатка. Мы будем в ней спать с отцом. Мама с братом будут спать в машине. Сейчас придумаем, как поставить прицеп, джипа. Где и как поставить. И сейчас еще он там, получается, за палаткой накатаем дорогу. Ну, здесь напрямик еще пробью. Нам, в принципе, тут ничего сложного. Мы на джипе, на квадрике. Мы тут где угодно можем проехать. Кстати, друзья, не забываем то, что рядом с лагерем у нас стоит еще комната отдыха. Вот такая вот. Смотрите, что батя у нас тут сделал. Вот смотри, сделал, это крышка будет. Сверху травой закидаем погреб, чтобы это был. А здесь я сделал, видишь, выкопал. Раньше мы просто копали и траву уложили. Но как туда залазишь, с землей засыпает постоянно. Особенно если после дождя, так все это в глине. А сейчас я вот эти сделал, пробил, чтобы не падали. Сюда продукты сейчас спустим. Это и закрываем, травой закидываешь. И пиво аж даже в большую жару оно такое аж отпотевает. И у нас и яйца целую неделю хранятся. И даже мы держали мясо здесь. Если солнце сильно не попадает. Но даже если попадает солнце, если чем больше слой травы, ну, то если высыхает свежую, делаешь. И неделю запросто можно хранить. Мы пиво когда доставали, ну, это давали. Оно такое аж отпотевшее в большую жару. Люди спрашивают, а где вы так взяли? Феррак показывает, что вот погреб. Некоторые даже не знают, что можно погреб делать. Ну, батя профессионал. Что у нас мамулька там делает? И мясо. Мясо с гранатовым соусом. Вааа, вкуснятина. Ну, мамка, шеф-повар. Офигенно мясо пожарили. Опять дождь полил. Первый раз мы вот так попали, чтобы мы приехали. Отдых у нас. Офигенный отдых. Второй пуды. Мы не торопились. Мисевич. Все четыре жарим? У нас там солнышко, а там много. Куча тучи оказалась могучая. Вот мясо, хлебушек. Огурцы. Погода. Погода такой себе. А то думали, и мясо не пожарим. Ну, спасибо уж, что мясо дали нам пожарить. А мама любит выпить. Дракон маленький тоже ест. Вкусно? Угу. Ну и хорошо. Все, приятного аппетита.